Давайте аккуратно оценивать. Итак, вот схематично слева показано наше дерево. Сверху у нас задача размера n. Из нее делается три рекурсивных вызова для задачи размера n пополам, ну и так далее, пока не дошли до единицы. Что изменилось по сравнению с предыдущей картинкой, почему-то стало написано, что n есть 2 в степени k. И написано вот здесь вот пояснение, что по умолчанию мы будем считать, что n есть степень двойки. Давайте действительно так сейчас считать. Нам это будет удобно. Это нам позволит избегать использования всяких целых частей. Мы просто считаем, что все время n делится на двойку. То есть мы поделили n на 2, и это по-прежнему степень двойки, ну и так далее, пока не дошли до единицы. То есть n никогда при делении на 2 не станет нечетным, пока не станет единицей. Чуть позже мы скажем, почему же можно так считать. Почему можно считать, что на вход нашему алгоритму подаются числа, длинные которых это степень двойки. Конечно же мы хотим иметь алгоритм, который перемножает числа произвольной длины, а не только степень двойки. Но для анализа можно упростить ситуацию и так считать. В конце мы объясним, а пока давайте просто считать, что n действительно это 2 в степени k. Давайте разобьем наше дерево на уровни. И эти уровни пронумеруем. Самый верхний уровень это будет, назовем его нулевым, следующий уровень это первый, ну и последний уровень тогда будет k, где k это такое число, что n равняется 2 в степени k. Давайте добавим в нашу таблицу еще один столбец, это будет размер задач. На нулевом уровне размер задач это n, на первом уровне размер задач это n пополам, на следующем, то есть на втором, это n на 4. В общем случае на уровне с номером i размер задач будет равен n поделить на 2 в степени i, как нетрудно видеть. В частности на последнем это будет n поделить на 2 в катой, то есть единица, потому что n просто равно 2 в катой. Теперь давайте посчитаем, каково количество задач на каждом из уровней. На первом у нас просто одна задача, на следующем таких задач уже 3, на следующем уровне, то есть на втором, их будет 9. В общем случае на i там уровне 3 в степени i задач. В частности на последнем, на катом уровне, будет 3 в катой задач. Теперь самое интересное. Чтобы посчитать время работы, оценить время работы, которое наш алгоритм имеет, мы отдельно учтем работу, сделанную алгоритмом на каждом уровне. Что это значит? Означает это следующее. На каждом уровне, то есть уровень отвечает размеру задач. На первом уровне алгоритм сначала повозился, как-то разрезал числа, потом сделал рекурсивные вызовы, а потом из этих рекурсивных вызовов собрал ответ. Вот мы хотим на этом уровне учесть только ту работу, которая не включает в себя рекурсивные вызовы. То есть то, что произошло до рекурсивных вызовов и после. Мы уже знаем, что это время работы линейное, то есть у от n. Давайте через c обозначим скрытую константу внутри этого у большого. То есть на этом уровне работа произошла c. Остальная работа будет учтена на других уровнях, когда рекурсивные вызовы раскроются. На следующем уровне что произошло? Там у нас три задачи. Каждая из них размера n пополам. И не считая рекурсивных вызовов, мы на них, тоже на все эти задачи, потратили время 3 умножить на c умножить на n пополам. Правильно? Это то, что произошло до каждого рекурсивного вызова и после него просуммированное по всем задачам, по всем трем. Соответственно, на итом уровне формула будет такая. Задача там 3 итая, 3 в степени и. Размер задачи это n поделить на 2 в итой. И на каждую задачу мы тратим время c умножить на ее размер. Итого, суммарное время, которое мы здесь потратили, это 3 в итой умножить на c умножить на n поделить на 2 в итой. Соответственно, чтобы теперь нам посчитать суммарно всю работу, надо просуммировать это по всем уровням. Соответственно, посчитать нам надо вот такую сумму. Сумма от i равного 0 до k, 3 в итой умножить на c умножить на n поделить на 2 в итой.